Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фиберлик Реалити. Давно мы с вами не встречались в таком формате. И сегодня специально для вас хочу снять такое видео с обзором своей косметики, которую я взяла с собой на отдых. Вы видите, она у меня даже в одной большой косметичке не поместилась, еще и пакетик в передачу. Будем с вами сейчас детально разбирать, что же у меня находится в этих закромах, чем я активно пользуюсь на отдыхе. Кстати говоря, вот эту съемку провожу из номера в отеле. И, конечно же, речь пойдет прежде всего о косметике Фиберлик, потому что я зарабатываю в сотрудничестве с компанией Фиберлик и пользуюсь активно нашей продукцией, поскольку она действительно очень классная, она по доступным ценам. И, кстати говоря, любой из вас может как зарабатывать в сотрудничестве с компанией Фиберлик, так и быть просто льготным покупателем, иметь скидку 20% на весь ассортимент компании и принимать участие в различных акциях, которых множество в компании Фиберлик, получать подарки за свои покупки. Чтобы это произошло, по данным видео есть активная ссылочка, проходите по ней и оформяйте вход в свой личный кабинет. После этого я с вами обязательно свяжусь, но только если вы оформите личный кабинет именно вот по этой ссылочке, по данным видео, и все вам подробно, детально расскажу, объясню, помогу разобраться с личным кабинетом, помогу с оформлением заказа и так далее. Ну что ж, а сейчас, прямо сейчас я приступаю к обзору вот этих двух своих косметичек, закромов с косметикой, и сейчас на мне также декоративная косметика компании Фиберлик, макияж, который я сделала с помощью этой декоративной косметики. Итак, поехали! Ну что ж, первое, что я взяла с собой, это, конечно же, средства для ухода за кожей лица. И здесь мой незаменимый помощник, как дома, так и в поездках, это вот такой тоник-сыворотка из серии Биомика с пребиотиками. Очень нравится мне эта сыворотка, 12-43 ее артикул, пользуюсь каждый день, очень хорошо увлажняет лицо, восстанавливает кожу, особенно когда солнышко, палящее солнышко, правда, его здесь не так много было, но и тем не менее, были жаркие дни, и, конечно же, я постоянно пользовалась. У меня, кстати говоря, меньше половины осталось. Из кремов я взяла вот эту серию Грин Карма, я ей уже активно пользовалась дома, и крем дневной у меня был, ну, где-то вот так вот, одна треть использована, сейчас половина его осталась, практически пустая упаковочка. Полностью на натуральных ингредиентах у нас вот эта декоративка, ну, практически до 100%, там 98-97% вот в этой линейке натуральных ингредиентов. Дневной крем 66-74 его артикул, и точно такой же ночной крем, но здесь у меня его осталось больше, поскольку я не початую взяла упаковку, артикул 66-75. В общем, удобная вот эта небольшая упаковочка, 50 мл в виде тубы, конечно же, при транспортировке в дорожных условиях очень удобно. Точно так же, как удобно вот эта вот упаковочка тоже в тубе, это уже крем для век, и это другая линейка, Global Oxygen, тоже очень мне нравится вот эта серия. Она не так давно, хотя уже относительно не так давно, но, наверное, полгода назад, ну, плюс-минус она появилась у нас в каталогах. Отличная серия для ежедневного ухода за кожей лица, кислородная косметика, и вот крем для век у меня тоже спасает. 57-92 артикул, тоже активно пользуюсь. Дальше, уход за лицом. Здесь, естественно, я сюда бы отнесла еще два средства. Они у меня, правда, вот в таких небольших упаковочках. Это тоже упаковка, была куплена мной в компании Faberlic. Там была прям целая сумочка, где вот такие маленькие в виде таблеточек были формы для кремов. Правда, я не стала туда перемещать крем, перекладывать, ну, поскольку в тубе тоже удобно транспортировать. Чего перекладываться туда-сюда, правильно же? И были вот для жидкости такие емкости. В одной из них у меня молочко. Молочко из серии Вербены. Сейчас я вам артикул не назову, потому что я его просто сюда налила. Неактивно я им пользовалась. Видите, сколько использовала от полной тубы. Ну, по той причине, что я здесь реже крашусь, реже делаю макияж, моя кожа отдыхает. Если вы смотрите мои видео с экскурсием и видео, которое я публикую со своего отдыха из Абхазии, то понимаете, что очень часто у меня на лице нет макияжа. Естественно, кожа отдыхает, дышит так же вместе со мной свежим воздухом, морским воздухом и воздухом, пропитанным сосновой хвоей. В общем, тоже оздоравливается. И еще мицеллярка. Мицеллярка я брала из серии Эксперт Фарма. Тоже вот сюда отлила. Не могу вам сейчас назвать артикулы. Если будет в этом необходимость, напишите мне в комментариях под данным видео. Я все артикулы вам озвучу. Дальше. Из ухода за лицом и за телом, в том числе, конечно же, солнцезащитные кремы. Это прям отдельная история. Я взяла два солнцезащитных крема. Один из них посильнее. С SPF 50. Это один из самых сильных солнцезащитных кремов. Серия у нас называется «Лето». Препятствует фотостарению и высокая степень защиты от солнечного излучения. Артикул 2057. Ну, здесь у меня он в активном был использовании, потому что все-таки кожу нужно защищать. И еще крем солнцезащитный для лица. С SPF здесь поменьше. SPF 15. Тоже периодически пользовалась. Но он у меня здесь практически полный. Артикул 2053. По той причине, что им я пользовалась реже. А вот для тела я из этой серии «Лето» брала молочко. Это уже молочко после загара. Артикул его 2784. И действительно очень хорошо оно способствует тому, что снимает какие-то покрестнения, которые могут возникнуть после загара. Естественно, препятствует их возникновению. То есть вот это молочко, оно тоже такое жизнеспасительное. Или жизнеспасательное. Мне оно очень нравится. Свежая легкая тающая формула. Равномерно распределяется по коже. Быстро впитывается, не оставляя липкой пленки. Это действительно так, что очень важно. Потому что я не люблю, когда прям на коже чувствуется текстура крема. А здесь вот впиталось и все. Кожа стала мягкой, нежной. Действительно тающая текстура. И очень хорошо увлажняет кожу. И плюс повышает стойкость загара. То есть вот такое у нас есть молочко. Уход за руками и ногами. Куда же я без этого? Ручки мажу каждый день. Пользуюсь вот этим кремом от Биоси. Серия Ла Манш. Очень мне нравится эта линейка. 28.01 артикул. Это у нас, если я не ошибаюсь, то увлажняющий крем. Да, увлажняющий крем для рук с маслом оливы и маслом облепихи. Делает кожу мягкой, шелковистой. И, естественно, смягчает кожу и увлажняет ее. В общем, хороший крем. Мне очень нравится. Не первая уже упаковочка. Видите, как активно пользуюсь. Практически вся она у меня закончилась. И еще один крем. Это уже про ноги. Это от Фаберлик. Для ножек. Тоже с облепихой. Но вот люблю я облепиху в составе наших кремов. Очень хорошо смягчает он и пяточки, и поверхность стопы, кожу ножек. 22.06 его артикул с маслом облепихи, маслом кунжута, миндаля, пчелиным воском и алантаином. То есть очень хороший здесь состав. Нравится мне вот этот кремчик. Так, это вот все, что касается ухода за лицом, за телом. Все эти кремчики. А сейчас мы с вами переходим к уходу за волосами. Потому что волосам я тоже уделяю большое внимание. И вот сегодня с утра мыла голову. Также использовала наши средства. Конечно же, я взяла с собой одноразовые упаковочки и шампуни, и маски, бальзама для волос. Значит, шампунь. Вот у меня осталось тут 4 штучки. Блэк Детокс. Вот эту серию я взяла по той простой причине, что у меня в наличии больше никаких пробников не оказалось. Я думала, есть, а оказалось, что нет. Вот есть у нас такая мини-версия упаковки. Правда, вот не знаю, сейчас есть или нет. Была. Потому что покупала я не перед отъездом, а гораздо раньше. Тогда они у нас были вот в таких пробниках. Этот пробник чем хорош? Можно с собой поездку взять, а можно подарить своему клиенту, чтобы он протестировал и понял, подходит ему это средство или нет. Блэк Детокс. Вот так называется этот шампунь. Для глубокого очищения волос и кожи головы. Подходит для всех типов кожи. Это артикул пробника 82-86. Я не часто мою голову. Здесь мыла три раза всего лишь за эти 10 дней. Но вот обычно я 2-3 раза в неделю так и мою голову. И у меня еще здесь восстанавливающий флюид после окрашивания волос. Правда, после окрашивания с аминокислотами шелка. Но я же все равно крашу волосы. Поэтому в этом смысле ничего страшного нет. Что я взяла его вместо кондиционера. Скажем так, он тоже хорошо смягчает волосы. И артикул. Если найду, то назову. А если не найду, то не назову. К сожалению, не нашла. Не знаю, какой артикл. И тоже не знаю, есть ли сейчас на складе или нет. И еще для волос у меня здесь 2 маски. Вот эти маски питательные. Их можно использовать также взамен кондиционером, взамен бальзамом для волос. То есть вот с этой целью. Если используем питательную маску, то уже бальзамом для волос можно не пользоваться. И маска питательная тоже из серии Салон Кэ. Я, кстати говоря, не сказала вам, что вот этот флюид, он тоже из серии Салон Кэ. Маска питательная для всех типов волос. Артикул 82-96. Здесь есть. А почему здесь нет? Вот как-то странно. Здесь нет. Шелковое окрашивание написано и все. А, вы знаете, наверное, просто идет в составе самой краски. Я, очевидно, краску использовала, а флюид в тот момент не использовала. Точно это из упаковки с краской у нас. А вот это вот в качестве тестера продавалось раньше. Питательная маска тоже шикарная. Вот эта маска питательная. Очень мне нравится. Она у нас и в полноценной версии, естественно, продается. Так, это не все. За волосами, конечно же, уже почти заканчивается лак для волос. Лаком для волос используюсь практически каждый день. Делаю укладку своих волос. И обязательно в этом смысле мой помощник – это лак для волос. Артикул 89-43. И если я не ошибаюсь, то это старая упаковочка, которая у нас была. Сейчас у нас другие есть варианты лака для волос. Они тоже очень хороши. Просто я покупала тогда несколько упаковок по распродаже. Это было выгодно. И еще одно средство тоже заканчивается для волос. Это диди-спрей уход для волос. Артикул его 89-94. Вот смотрите, для чего он предназначен. Он многофункциональный для придания объема волосам. Вы знаете, с антигравитационным эффектом. Это мне вообще ни о чем не говорит, что это за антигравитационный эффект. Но, наверное, чтобы не разлеталось у разные стороны, я так понимаю. Прикорневой объем и пролонгированного действия, то есть продленного действия, длительное время он действует, позволяет создавать объемные укладки, обеспечивая волосам полный уход и защиту. Вот он такой. Еще придает упругость волосам. Ну, вот сегодня я помыла волосы, уложилась. И мне кажется, все очень хорошо в плане объема. Да? Хорошо? Так, это уход за волосами. Вот видите, сколько всего. И это же все весит. Это все я на себе тянула. Ну, куда денешься? Вот здесь у меня за чем-то лежит одноразовый станочек. Хотя я знаю, зачем. Вот здесь вот упаковочка. Это тоже наша линейка для депиляции кожи. Серия D-Line. Одноразовые бритвенные станочки. Один у меня остался. Или, может быть, два я брала. Один остался. 91,00,60. В упаковке три штуки. Но у меня уже упаковка была начатая. Поэтому так. С тремя лезвиями. В общем, такая плавающая здесь головка. Все удобно, комфортно. Я на регулярной основе пользуюсь этой линейкой. У меня никаких нареканий к ней нет. И вот с собой тоже взяла. И здесь в сторонке еще от основной массы декоративной косметики у меня находятся биологически активные добавки. Потому что биологические добавки – это тоже наша красота. Это здоровье, это красота изнутри. И я постоянно, где бы я ни была, беру с собой уже на постоянной основе биологические добавки. Дома, конечно же, принимаю. Сейчас я принимаю добавку для глаз. Но здесь у меня не только добавка для глаз. У меня здесь еще и ньютоник. IQ. Сейчас я вам покажу. Это разные абсолютно таблеточки. Вот вы знаете, у меня ньютоник. Он почему-то раскололся на таблеточку на две штуки. Но потому что, видите, таблетированная формула. Здесь же спрессованный порошок. Естественно, может быть, от влаги, может быть, от того, что механически они телепаются у меня, эти таблеточки. Вот это, в общем, ньютоника IQ. По одной такой жевательной таблеточке или жевательное драже еще оно называется. Его нужно просто разжевываешь. И приятный здесь и вкус. В общем, не противный, во всяком случае, для меня. Это для поддержки состояния мозга. Для функционирования мозгового кровообращения. И по две таблеточки я принимаю чернику форты. Это для поддержания здоровья глаз. Вот видите, вот как раз чуть-чуть нам осталось отдыхать. И у меня чуть-чуть прям все было распределено на прием по количеству дней, которые мы здесь пребываем. И еще от Биоси я принимаю комплекс здоровое сердце. Здесь уже вот такие капсулки. Но здесь вот смотрите, вот комплекс здоровое сердце у меня закончится. И я уже вот такие вот капсулы, видите? И я положила еще коэнзим Q10 сюда, потому что здесь на самом деле их у меня больше. Вот как бы вам так показать, чтобы не рассыпать. Вот так вот, видите? Я рассчитала по количеству дней, которые мы здесь будем пребывать. Закончится у меня вот этот комплекс здоровое сердце. Я начну пропивать коэнзим Q10. А комплекс здоровое сердце 81-12. Артикул это здоровое сердце. Так, а еще могу назвать вам артикул черники форты 15-726. В общем, вот такие биологические добавки я еще беру с собой. Ну и до кучи я взяла зеркало двухстороннее. Одно увеличивает в пять раз, по-моему, а второе обычное. Вторая сторона. Вот оно, чем для меня лично неудобно, быстро залапывается. Вот возьмешь раз и посадила уже пятно. В общем, в этом плане неудобно, в плане ухода. Но зато удобно, что его можно поставить, и оно не будет падать. Его можно сложить. В плане дорожного варианта очень-очень удобно. Это тоже зеркало, которое было куплено в компании Фаберлик. Видите, вот даже здесь наш отражен логотипчик Фаберлик. Ну а теперь приступаем вот к этому чемодану. И здесь у меня... Здесь у меня... Очень много чего. Сразу у меня попался спонжик наш. Вот я сейчас пользуюсь этим спонжиком. Сегодня пользовалась он еще не просох, но положила, чтобы вам продемонстрировать. И использую я его вот с этим кушоном. На лице у меня сегодня тоже нанесен кушон в качестве тональной основы серии Baby Face. Здесь у меня уже находится сменный блок, артикул 6641. И с помощью спонжа влажного я разношу кушон по лицу. Я не стала брать пуховочку. Она у меня уже старая. Хотя я ее периодически стираю. Но вот взяла в дорогу вот этот спонж косметический, потому что он мне более удобен. Так, смотрим. Ага, здесь у меня ни к силу, ни к городу. Ну ладно, покажу. Тоже есть вот такая пилочка у нас для ногтей. Она, знаете, чем удобная? Вот эта пилочка, видите, она скошенная, имеет носик. И можно удобно вот так подлезть вот с этой стороны под ноготь и почистить. Где-то, может быть, подпилить аккуратненько, если в этом есть необходимость. Отполировать. Очень удобно. Видите, она небольшая. И вот эта вот, как лопаточка здесь тоже такая вот вогнутая, тоже ей очень удобно те же, по сути, процедуры почистить где-то. Заостренный кончик или бутиклу, может быть, отодвинуть. В общем, вот тоже со мной она в дороге. И дома я ей пользуюсь. Давайте уж, коль начала с аксессуаров, до конца покажу. Точилка. Точилкой тоже уже пользовалась. Брала новую. Ну, сейчас вам, наверное, не видно. Я ее почистила. Точила уже наши карандаши. А карандаши я точила новая. Потом покажу. Давайте с аксессуарами завершим. Очень удобно. Легко точится новая наша линейка карандашей, которая вышла для макияжа. И сегодня я тоже точила без всяких проблем. Все замечательно. Так, здесь у меня вот такой керлер для ресниц. Пользуюсь я им. Тоже мне он очень нравится. Действительно, немножечко подкручивает реснички. Вверх как бы они смотрят и разделяют реснички. Лучше после этого керлера наносится тушь. Вот так вы фиксируете. С одной стороны, с другой. Можно вот сначала с внутренней, потом посередине, потом с внешней стороны. Вот так поочередно зафиксировать. В общем, удобная штучка. Я пользуюсь на регулярной основе. Вот даже взяла с собой в поездку. Так, что еще у меня здесь из аксессуаров? Из аксессуаров, наверное, еще кисти. Кисти вам покажу сейчас. Так, кисти у меня здесь тоже много. Вот, смотрите, кисти. Это то, без чего мой макияж в принципе невозможен. Я пользуюсь всегда вот такой большой широкой кистью для пудры. Обязательно пудру наношу с помощью этой кисти. Какую-то коррекцию лица провожу. Также у меня отдельно кисти для нанесения румян и кисти для нанесения корректирующих средств. Вот это вот для корректора всяких разных. А вот это кисти для нанесения румян. Даже, видите, по цвету они отличаются. Так, и еще, конечно же, у меня целый ряд кисточек для теней. Потому что одной кистью я не умею делать макияж глаз. Вот видите, сразу несколько. Вот такая широкая кисть, кисть бочонок и две плоские кисти. Они абсолютно одинаковые. Разница в том, что, видите, одна более светлая, другая более темная. Разные тени я наношу этими кистями. Так, это вот аксессуары у меня с собой. Что-то так много. И всего-то поместилось в двух моих баульчиках. Так, что у меня здесь еще? А, и еще одна кисть. Это не фаберликовская, это вражеская кисть из другой сетевой компании. Это кисть для масок, но я иногда использую ее в качестве кисти для нанесения тонального средства. Ну, а теперь еще покажу кое-что, что не имеет отношения к декоративке. Но у меня тоже здесь оказалось в этой косметической. Это вот такой карандаш от Натоптышей. Я им тоже периодически пользуюсь. Видите, он у меня уже скоро начнет заканчиваться. Серия Эксперт Фарма. Очень он мне нравится. Артикул его скажу. 16-95. Да, 16-95. Шикарное средство. Действительно, все потертости он убирает. И предотвращает, если вы перед тем, как наденете обувь, намажете им кожу, то это будет у вас профилактика мозолей, профилактика различных потертостей, покраснений. А если уже они произошли, то он просто снимет вот эти все явления. Очень такой хороший уход. Нравится мне. Так, и еще одно средство. Когда же я до декоративки доберусь? Это не средство даже. Это парфюм Рената. Мини-версия. Я ее начала здесь. Вот видите, сегодня даже не фышкалась. Почему-то надо же пофышкаться. Очень мне нравится. Это Рената Сикрет. Рената зеленая. Не красная Рената. Она у нас в новинках вышла в прошлом 13-м каталоге. По 30 мл упаковочки. Видите, у меня уже ее одна третья часть использована. Очень мне нравится. Свежий такой зеленый аромат. Здесь в составе есть инжир, я точно помню. Такой с фруктовыми нотками. Нравится мне этот аромат. Так, и вот активно им пользуюсь здесь. Ну, а теперь давайте перейдем к декоративке. Одно средство для премакияжа у меня здесь из серии Do The Best. Вот такая сыворотка. Это, по-моему, у нас с эффектом сияния. Сыворотка Праймер для сияния кожи. Она такая розовенькая. Ну, легкий такой розовый у нее оттенок. Даже не совсем может быть розовый, но мне это кажется прям такой с розовинкой. И действительно с эффектом подсвечивания кожи. Не всегда я им пользуюсь, но периодически наношу. У меня там осталось совсем немного этой сыворотки. Очень приятная и по своим тактильным ощущениям, и по эффекту, который она оказывает на лицо. Так, переходим теперь к декоративке. Наконец-то. Пудру взяла вот эту. 63-64. Wet and dry, если я правильно прочитала. Ну, в общем, у нас вот эта пудра, она в последних каталогах на протяжении уже полгода, а может быть и больше, идет всегда в распродаже. По очень приятной цене, 399 рублей, хотя изначально там цена ее вредилок тысячи была заявлена. Она идет с пуховочкой, и у меня уже она тоже скоро заканчивает. Здесь у меня ужас ужасный, но да ладно. В общем, почистить нужно. В общем, взяла в дорогу эту пудру, надо ее доиспользовать. Активно одно время я ей пользовалась, потом перешла на пудру из серии яицклея, ей пользовалась. И я, конечно же, взяла с собой палетку, но палетка у меня здесь в активном использовании. Вот этот бронзер или корректор, вот я не знаю, один из них бронзер, второй, как правильно называется, корректор. Ну, короче, для скульптурирования, скульптор, вот, скульптора, один скульптор, другой бронзер. Вот это, наверное, бронзер, этот скульптор, а может быть, наоборот, я вечно их путаю. Но функцию они выполняют одинаково, с одной целью я их, в общем-то, использую. Это у нас для сияния кожи... Ну, что же у меня сегодня выскочило из головы? Ну, ладно, простите мне. Напишите мне в комментариях, как эта штука называется. Чтобы носик сиял, глубко сияло, подбородочек сиял. Ну, выскочило, ну, бывает же, господи. Так, и румяшки здесь. Вот эта палетка для лица, она просто шикарнейшая. И я вам не смогу назвать артикул, потому что... По-моему, что это 4.33, но это не точно. Это по памяти. Потому что на коробочке написан артикул. Палетку взяла новую, потому что старая у меня уже практически вся доиспользовалась. Потом она у меня упала, остатки рассыпались. В общем, я решила взять новую палетку. Но вот прям активно-преактивно я ей здесь не пользуюсь, потому что и макияж-то я делала всего лишь вот 3 раза за все время пребывания. Вот эта палетка теней моя самая любимая. Артикул 58-56. Это серия Jardine. Мне очень она нравится. У меня есть на замену уже такая палеточка. По распродаже покупала. Очень красивые оттенки. И сегодня макияж, естественно, у меня с этими тенями. Очень естественный получается макияж, несмотря на то, что здесь много розовых оттенков. Шикарная палетка. Мне она очень нравится. Также я на всякий случай зачем-то, но взяла два тональных средства. Хотя я ими здесь не пользовалась от слова совсем, потому что я пользовалась кушеным. Но на всякий случай закинула вот этот Nude Illusion, называется тоналочка. Она очень хороша тем, что она отлично подстраивается по тону кожи. И когда вы ее выдавливаете, она вроде как такая светлая совсем, прям белая. Вот видите? А потом вы начинаете ее распределять, и она начинает подстраиваться по тону кожи. Практически начинает с ней сливаться. Вот такой интересный эффект. Вот и назло свет поменялся, освещение. Ну, надеюсь, что вам это было хоть как-то понятно. Вот. Хорошая тоналка. Очень она хороша. Но здесь такой момент, что по текстуре она все-таки плотноватая. У нее не самая легкая текстура. И еще из серии It's Clay. Тоналочка тоже активная. Я ей пользовалась. Артикул ни то, ни другой, к сожалению, не назову. А, нет. It's Clay. Артикул 6552. А вот у этой тоже не назвала артикул 6356. Вот это 6356. А It's Clay 6552. Вот две тоналочки. На ни то, ни другой я не пользовалась. И вот эта тоналочка, она полегче. Она более такая жидкая. Ой, вы знаете, здесь чуть совсем жидкая. Потому что натуральный продукт, он имеет тенденцию отстояться. Да, есть такой момент. Есть такой момент. Жидкость выскочила. Вот. Ну, в общем, этой тоналкой я не пользовалась. Вот нужно ее, наверное, было там каким-то образом немножечко. Ну, как бы продавить, что ли. Вот. Отстоялась чуть-чуть. Но на самом деле у меня эта тоналка уже давно. С самого момента, как у нас вот эта серия появилась в каталогах. И я ей действительно длительное время не пользовалась. А поскольку здесь в составе натуральные ингредиенты, то вот такой эффект и получился. Нежданчик. Но бывает. Но бывает. Так, что еще? Вот дошли мы с вами до карандашей. До карандашей. Сейчас я вам расскажу и покажу. Вот эта новая серия карандашей. Я не все взяла. У меня их на самом деле очень много. Почти что все, но не все. Вот эти карандаши для макияжа лица. Значит, один из них я взяла розовый и коричневый. И вот такой розовый. Но вы знаете, он не ярко-розовый. Он ближе к бежевому. Какие-то темные круги вот под глазами. Те участки, которые надо высветить с помощью вот этого. Этой стороны карандаша. А те, которые нужно затемнить. Вот здесь вот брыли. Вот здесь вот эту ямочку к скулам ближе. Вот здесь вот эти боковые части лба. Носик вот здесь. С помощью вот этого карандаша я делала такой макияж. Если вам интересно, можете пройти и посмотреть, как я все это делала. К сожалению, на карандашах нет никаких артикулов. Поэтому назвать вам не смогу. Только могу показать. Так, я взяла два карандаша для губ. Один из них у меня сейчас на губах. Вот этот более темный. Я вам сейчас его продемонстрирую. Очень нравится карандаш. Он просто класснючий. Вот такой розово-коричневый или что-то такое. Я уже даже название его не помню. Но опять же, если у вас возникнет необходимость, вы можете написать в комментариях. И я вам назову оттенок. Классный карандашик. А второй, он более розовый, более светлый карандаш. Более такой, знаете, вот. А этот, который у меня сейчас на губах, вот я вам сейчас его прорисую рядом с первым. Он более темненький. Вот видите, оба оттенка очень классные. Мне нравится. И тем и другим пользуюсь с большим удовольствием. Но сегодня оттенок у меня на губах поярче. Так, а первый, это, по-моему, какой-то персиковый, что ли, оттенок. Вот этот более светлый, который. Вот этот вот. Это персиковый, а этот розово-коричневый. Ну, в общем, название уже не помню. И артикулов, к сожалению, назвать не смогу сейчас. Прямо сейчас не смогу. Но потом смогу. Еще один карандаш. Это уже как бы для того, чтобы сделать макияж для глаз. Вот светленький. Вот здесь вот так же можно провести какую-то коррекцию. И высветлить участки. Вот здесь можно коррекцию провести. Его можно использовать как корректор. И вот этим можно сделать стрелочку. А можно растушевать и как тени. Вот сегодня тоже я такую стрелочку делала с помощью этого карандаша. Тоже, к сожалению, не смогу вам назвать артикул. Потому что не написано на самом карандаше. Еще несколько карандашей. Вот этот карандаш для бровей от компании Биоси. Я периодически им пользуюсь. Очень он мне нравится. Он идет с кисточкой. Щеточкой, которая расчесывает бровки. Хороший карандаш. Артикул здесь должен быть написан. Сейчас я вам назову. 31-30. Артикул этого карандаша. Так. И это самый светлый оттенок из карандашей. Я не знаю, есть они сейчас или нет. Еще один. Этот карандаш уже от компании Фаберлик. Он также для того, чтобы прорисовать стрелочку. Предназначен вот такой вот коричневый оттенок. Артикул. Его 56-52. И еще один карандаш для бровей. Это тоже из наших Фаберликовских новиночек. Это выкручивающийся карандаш. У него треугольное здесь такое основание. Очень удобно наносить на бровки. Сегодня я тоже с помощью него проводила коррекцию бровей. Ну, такой достаточно удобный вариант. Мне он нравится. И тем более, что его не надо затачивать. Он выкручивается. И он тоже идет с щеточкой. Щеточка тоже здесь очень удобная. Она такая мягенькая. Мне нравится. В общем, вот такой карандашик. Так, и карандаш для губ. Где-то у меня должен быть. А, он у меня остался в сумочке. Так что еще у меня карандаш для губ. В сумочке у меня еще две помады. Одна из них Ицклея. Из серии Ицклея. Ну, знаете, как помада-карандаш. Там даже вот такой узенький стик. Мне она очень нравится. Хорошо смягчает губки. И еще одна помада с такими переливами. Очень на загорелой коже хорошо смотрится помадка. Но, к сожалению, они у меня остались в сумочке. Я вам не продемонстрирую. И вот эту тушь я взяла. Тушь мне очень нравится. Серия Long & Strong. С гибкой кисточкой. Маленькая здесь такая щеточка. Для моих ресниц она очень-очень удобная. И сегодня вот я реснички красила с помощью этой кисточки. В общем, вот такое количество декоративки. Ничего себе, я наговорила. На полчаса. В общем, вот такие средства я взяла с собой. И практически всегда беру такой же арсенал средств, когда уезжаю куда-то на отдых. Сегодня с вами поделилась вот этой информацией. Если вам это видео было интересно, полезно, конечно же, поставьте лайк под данным видео. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Я к вам с большим приветом еще раз из Абхазии, из Питсунды. И сейчас вам даже сделаю вставочку в это видео. Не отключайтесь. Посмотрите, какой шикарный вид из окна номера отеля. Смотрите, я вышла на балкон. И вот такой красивый вид на горы. Горы сегодня в дымке, в облаках. И вообще сегодня шел дождь. Смотрите, какая здесь красота. Природа, конечно, очень живописная. Ну, это единственное, что на море сегодня не знала. Под вопросом, может быть, после обеда все более-менее прояснит. И мы тогда пойдем. А пока что вот так. Любуемся этой природой, красотой, дышим свежим воздухом. Все замечательно. Вид на горы просто ошеломительный. Ну что ж, а на этом говорю вам всем пока-пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео.